Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 26 лет. Занимаюсь практикой в школе Геннадия Гивина более двух лет. И проснулась я около года назад. А вот эта вот форма, которую вы видите, моя личность, она может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться. Это на самом деле не имеет никакого значения. Я бы хотела попросить вас воспринимать то, что я говорю, ту глубину, из которой я транслирую своё состояние, не через ум, а через сердце. Постараюсь. А с чего, Юля, начался твой путь? Может, уже не Юля, извини. С чего начался твой путь? На самом деле у меня поиск и движение к пробуждению заняло всего несколько лет. Это не так много. То есть, находясь в команде, я потратила полгода для того, чтобы проснуться. И действительно, может быть, на это стоит выделить такой небольшой срок, потому что мы для этого рождаемся, для этого вообще приходим сюда. Что касается моего пути, я росла всегда таким любознательным и непогода мудрым ребёнком. Меня очень любили взрослые, я с ними общалась на равных. Есть такое понятие, как внутренняя мудрость или возраст души, и он не имеет ничего общего с нашей цифрой в паспорте. До 20 лет я имела в жизни всё, что надо, даже больше. Я была разбалована, я была эгоистична в полной мере. Меня, в принципе, не волновали другие люди. Меня, в принципе, не заботили вопросы мироздания. И не было никакого желания делиться, либо заботиться о ком-то. А потом я влюбилась. А когда я влюбилась, я начала чувствовать свою природу. Я начала заботиться, я начала много отдавать. И получала от этого огромное удовольствие. Но потом, это был 2013-2014 год, произошёл ряд событий, которые изменили мою жизнь. В 2013 году я повстречалась лицом к лицам со смертью. До этого было очень много разных других событий, неприятных. Но когда ты сталкиваешься с такой неизбежностью, она тебя кардинально меняет. Когда люди переживают такой опыт, они очень быстро очищаются. Они очень быстро... Это очень сильный удар по эго и по личности. Если вы когда-то переживали что-то подобное, люди становятся очень открытыми, чистыми. На некоторое время. Но, как правило, внутри происходят сильные изменения в какую-то сторону. У меня был родной брат. Мы были очень близки. И в 27 лет он умер. Когда ты сталкиваешься со смертью, с чем-то вот с этой силой, которая гораздо выше нас всех, которая дает эту жизнь и по какой-то причине забирает. Когда жизнь обрывается в одно мгновение, и ты ничего не можешь сделать. Но это очень страшно. Я думаю, что ничего страшнее нет. Потому что и до, и после были разные события, заболевания. Я два раза оказывалась в реанимации на грани жизни и смерти. Ну, разные личные какие-то переживания. Все это меркнет, когда происходят действительно такие события и переворачивают твою жизнь. Ты совсем по-другому относишься к жизни. Ты начинаешь ценить. И ты начинаешь задавать вопросы. С этого момента первое время я не осознавала, что произошло. После был ряд событий. У меня начались проблемы с любимым человеком. И последним этапом стало, я попала в аварию. Я попала в аварию одна. Была одна в машине. И это как раз тот случай, когда жизнь с тобой разговаривает. Это не просто какое-то предупреждение. Это красная карточка. Дальше идти нельзя. Это значит, что тебе нужно остановиться и задуматься. Что-то поменять. Как-то почувствовать, что тебе хотят сказать, донести. Я поняла, что я пришла в тупик. В 20 с чем-то лет у меня начало лететь здоровье, естественно, на огромном стрессе. У меня начало болеть сердце. У меня выпало треть волос. У меня начались проблемы. В принципе, не было никакой радости. Вообще никакой радости. И начала искать ответы. Я обратилась к психологу. Я сама психолог. И всю жизнь познавала себя и саму жизнь через психоанализ, через людей, через окружающие события. Меня это очень увлекает. И люблю наблюдать причинно-следственные связи. Как вот это все очень мудро устроено. Почему это происходит. И я много ходила по специалистам. Я изучала литературу. Я находилась год где-то очень много наедине с собой. Я знакомилась с собой. Познавала свою природу. Неосознанно я делала то же самое, что мы делаем на ретрите. Я голодала время от времени. Я уезжала куда-то без связи с родными. Я понимала, что самое главное, все наши ответы, они внутри. И в тот момент у меня уже этот поиск, он начал становиться осознанным. Я начала слышать себя и свой внутренний голос достаточно сильно. И однажды в интернете я прочитала книгу Андрея Башуна «Беседа с ангелами». Мне очень нравилась тема ангелов и высших сил, что нас кто-то оберегает, нас заботится, вот эта любовь чистая. Мне эта книжка понравилась. И я моментально приняла решение, что я пойду на курс «Открытое сердце». Я позвонила, мне сказали, девушка, придите на йогу хотя бы, на практику тишины, посмотрите, что это. Я пришла и через день внесла полную сумму, оплатила курс. Я знала, что мне туда. В тот момент, если вот поспрашивать людей, к нам часто на занятия приходят люди, внешне красивые оболочки, молодые, но в них нет жизни. Я тогда не улыбалась вообще и не смеялась. Если бы вы меня увидели, вы бы не узнали. Это просто был другой человек, в котором в таком юном возрасте такое ощущение, что время остановилось и жизни не было. Никакой энергии, никакого света, ничего. Никакого намека на удовольствие. Я начала ходить на практику тишины. Не пропустила ни одного занятия. И прошла курс. Курс для меня дался очень непросто, потому что наши курсы и ретриты — это очень такая взаимная система и взаимодействие с жизнью. И насколько ты вкладываешься, столько ты и получишь. Команда учителя и инструктора, они делают по максимуму от них возможного. Я работала на пределе. Я знала, что это способ очень далеко и быстро продвинуться. На курсе я впервые растождествилась с эго, со своим умом. До этого у меня не было такого опыта даже приблизительно. Хотя я пробовала телесные практики, но ни медитацией, ничем подобным я не занималась. После курса стал вопрос о продолжении обучения. Я могу сказать, что это было самое сложное решение в моей жизни. Я знала, что мне это нужно делать. Но я осознанно сопротивлялась, потому что я знала, на какой путь я встаю. Потому что духовный труд — это самое сложное, что есть. Потому что мы не работаем со следствием, с какими-то причинами и внешними обстоятельствами. Мы работаем с собой, со своими страхами, со всеми своими переживаниями, со самой сильной твоей болью. И вот с этим всем ты сталкиваешься, когда погружаешься в себя. Я приняла решение продолжать обучение, попала в команду. И от этого решения, в принципе, все зависит. Когда ты готов все подстроить под пробуждение, оно так и происходит. Необходимо только немного времени, чтобы наше тело и психика подготовились. Потому что это очень сильный переход, кардинальные изменения восприятия. Я бы сказала, что это рождение жизни. У меня были разные опыты. Я достаточно чувствительный эмоциональный человек. И опыты самадхи, касания источника у меня были далеко не один раз. После первого такого опыта он меня изменил. И во мне сохранилось чувство покоя навсегда. То есть не было счастья и радости, как после пробуждения, так от происходящего. Но покой и основа, знаете, на эту силу у меня уже была почва под ногами. Я знала, что я приду. Я знала, что я приду очень быстро к этой цели. Я была уверена в своих силах. Я была уверена в завтрашнем дне. Дальше у нас был замкнутый курс. Две недели он длился в Латвии. Это курс только для команды. Поэтому нагрузка там соответствующая. Это не практика тишины. Это нечто гораздо большее. Потому что так же, если ты выкладываешься максимум, это реальный способ проснуться. У меня вопрос не стоял тогда. Я не торговалась уже. Я решила для себя, что мне хватит страданий, переживаний и какого-то трэша в жизни, как мы говорим. Но это была единственная цель. И когда я оглянулась назад, я поняла, что все мои аспекты жизни, все мои какие-то желания эгоистичные, они остались далеко позади. У меня в принципе не стоял вопрос идти на занятия или нет, ехать на курс или нет. И мои родные, близкие, у них не было выбора. Они просто это принимали. Вопрос стоял так. Либо так, либо нет, либо тебя не будет в моей жизни. Это очень жестко достаточно. Но тогда это было необходимо. И люди, которые любят, которые принимают, они тебя поддерживают. На курсе я была... Я в принципе почти весь курс находилась в состоянии пробуждения. У нас есть запись, моя видеозапись, опыт пробуждения. Мы тогда не знали, закрепится он или нет. Потому что эти опыты, они происходили регулярно. Мы не обращаем на это такое внимание. И никто не знает, закрепится или нет. И вот один из таких опытов, можно так сказать, это не касание источника. Это абсолютное слияние с полем, с атманом, с абсолютом. Он меня опять изменил и вынес на новый уровень. Я когда сидела в медитации, мое сознание, можно сказать, что оно расширилось, оно вышло из тела. И этот процесс происходил постепенно, постепенно. Я видела комнату, я видела наш город. Я видела своих родных, людей, окружающих, как актеров в фильме. Очень похоже на фильм. И вот как будто камеру отодвигают на задний план. Ты видишь землю, вселенную. И в конце концов ты сливаешься с этим полем. Там нету... Это не касание источника. Это полное слияние с полем, с абсолютом, с богом. Там нету намека на разделенность. Там нету понятия я. Там нету понятия... Там есть все и нет ничего. Это вот то, о чем говорят. То, что невозможно описать. Дальше этого ничего нет. И мне дали это почувствовать. И когда я вернулась обратно в свое тело, я, конечно, мягко говоря, была ошарашена. Я подошла к Максиму, к нашему парню, который пробудился гораздо раньше. Я говорю, как мне жить вообще? Потому что это настолько потрясающий опыт. Я говорю сейчас словами, они очень-очень ограничены. Но когда ты это переживаешь, вот этот мир, он очень кажется ограниченным. Ты не понимаешь вообще, что делать и как функционировать дальше. Тебе показали, как оно есть, но ты все равно еще здесь. Это очень сбивает с толку, мягко говоря. Он мне сказал, живи здесь и сейчас. Я постепенно вернулась к этому. Это единственный правильный способ. Не стоит слушать свой ум, думать о будущем. Вообще философствовать, когда это будет, будет ли, не будет это состояние, как к нему прийти. Нужно жить здесь и сейчас. Вот это единственное, что реально в данный момент. На том курсе также нам давали индивидуальное созвучие. Об этом лучше, конечно, расскажут наши инструктора. Я почувствовала радость. Я думаю, что пробуждение случилось именно в этот момент. Для меня это был момент такого неописуемого восторга и праздника. Я просто очень эмоционально реагирую на такие вещи. Некоторые пробужденные, они просто впадают в ступор, они ошарашены тем, что происходит. И у них, в принципе, нет эмоций. У меня природа другая. Я очень выражаю себя ярко. У меня была такая улыбка и неописуемая восторг от того, что я чувствую. И мне было непонятно, почему люди этого не чувствуют. Почему они этого не видят. Потому что это праздник. Ты пришел домой. Ты сделал то, ради чего ты родился. Ты, наконец-то, можешь продолжать этот путь осознанно. Ты заново родился. И это описать невозможно. Просто ликование. У меня оно было очень эмоционально. Восторг от происходящего. Уже тогда вот это я чувствовала. Я не понимала, что происходит. Я это чувствовала. И на следующий день, когда я выполняла индивидуальную программу в лесу, вот эти вещи, которые кажутся такими очевидными, гениально простыми, их на самом деле, к ним не так просто прийти. А то, о чем мы говорим, расслабиться и все отпустить. Или жить здесь и сейчас. Для нас, живущих в уме, людей, это кажется очень сложно. Необходимо было очень много трудиться к тому, чтобы прийти к этому. И я стою в лесу, стараюсь очень, потому что это работа. Это внутренний труд. Тебе нужно все свое внимание, все свои органы чувств направить на здесь и сейчас. Воспринимать этот мир именно чувственно. И до моего ума доходит, что ничего делать не надо. Ум работает медленно. До него, ему понадобилось время, чтобы осознать, что с ним произошло. И мне приходит фраза, ты пришла домой. И опять этот восторг. И это такое облегчение на уровне ума, потому что тех страданий и той боли, которую мы испытывали, испытываем в мире ума, их больше нет и не будет никогда. Я так радовалась, я кричала, я плакала, смеялась, потому что все, ты вот пересек какую-то грань, и ты почувствовал свою природу. По факту тебя нет. С этого момента тебя нет. И это абсолютная свобода. Это такое счастье, каждое мгновение наблюдать всю жизнь, как она совершается. Потому что это еще мудрый процесс. Он потрясающий. Это можно только почувствовать. И у меня есть классная возможность с вами поделиться. Я на своих радостях сделала аудиозапись своего впечатления вот первых минут после пробуждения, когда до меня дошло, что это произошло. И не уверена вообще, что где-то это в мире есть, потому что люди, как правило, просыпаются, и этот путь, он не такой осознанный. Они не понимают, что с ними происходит. А тут до тебя доходит. И там эмоции, они передают очень состояние. Сейчас я включу. Ребята, меня разрывает от счастья. Сегодня 12 октября. Вроде как. Я пробудилась. Я. Наконец-то этот путь долгий, он пройден. Наконец-то все страдания, горести остались позади. И впереди только счастье. Такое счастье, которого еще я не знаю. Я буду с вами делиться всем этим. всем, что познала через свой опыт, чтобы ваш путь был легче. Буду поддерживать, как смогу. Я очень люблю эту жизнь. Наконец-то. Я не могу передать, насколько это радостное событие, оно гораздо важнее, чем рождение. Пробуждение бывает очень редко. Мы все к нему идем. Было потрачено очень много сил. Не так много времени. Я очень старалась. Я очень этого хотела. Я много над этим работала. Каждый день работала так. Этого никто не видел порой. порой было сложно. Но все это реально сделать я очень хочу, чтобы вы тоже ощутили это. Этот покой. Наконец никуда не надо идти. Ребята, это такое счастье. Это такая свобода. куда бы ты ни отправился, что бы с тобой ни происходило. Все хорошо. Ты дома. Ты любовь. Все вокруг прекрасно. Оно ожило. И больше никогда не будет прежним. все это часть меня. Этот огромный мир. Такой прекрасный, волшебный. Он живой. Спасибо за все. Я благодарю эту жизнь. с того момента, как я проснулась, прошло больше года, и мое восприятие жизни, я немножко попробую описать, но оно меняется каждый день, каждое мгновение. пробуждение. Пробуждение – это и момент, когда ты чувствуешь свою природу, ты исчезаешь. То есть, в принципе, происходит расторжествление, если сказать так, на словах. полное единение с этим полем. Это и есть ты. Все. Все происходящее – это и есть ты. Исчезают страхи, потому что у тебя есть основа в жизни, которая незыблема, ни от чего не зависит. Не важно, где ты находишься, не важно, чем ты занимаешься, у тебя всегда все прекрасно. и, конечно, для меня это восторг, восторг от жизни, потому что каждое мгновение, она свершается, и ты начинаешь это видеть. И это такой процесс потрясающий. как в мире форум, эта энергия циркулирует и познает сама себя. И эта глубина, она бесконечна. Если кто-то думает, что после пробуждения путь заканчивается, я бы сказала, что это только начало. Это начало осознанного пути познания себя, своей природы, чувствования. пробуждения. Какими бы словами мы не жонглировали сейчас, это можно только почувствовать. Пробуждение понять невозможно. Вы знаете, я тотально и полностью за практику. потому что все концепции и теории не пережиты. Они не стоят ничего на самом деле. Это просто слова. Да, на каком-то этапе нам нужна информация, чтобы прийти. Но я пример тому, как можно без десятилетий медитации и страданий проделать этот путь достаточно коротко. У нас есть ребята, которые пришли в команду и проснулись гораздо быстрее, чем я. Потому что этот процесс, чем больше у нас потенциал, мы вместе функционируем и это происходит легче. Иногда ум может нас обманывать, он может говорить, что мы проснулись, на самом деле это не так. Поэтому все-таки стоит доверять тем людям, которые этот путь прошли. Когда они это уже пережили, они прошли и пошли дальше, тогда они это чувствуют. У меня есть возможность наблюдать в команде, как это происходит. И опять же это передать с вами невозможно. Это как рождение ребенка. Это настолько потрясающий процесс, когда человек может быть растянут во времени. Человек может этого не осознавать. До ума доходит некоторое время. у нас люди просыпаются и ты видишь, как они меняются. Кардинально у них, если так сказать, начинка внутренняя, вот их душа, вот этот свет, он становится совсем другим. Ты видишь, что человек изменился. Я подхожу и спрашиваю, ну как ты чувствуешь эту жизнь, что происходит? они не осознают. Доходят немножечко позже до ума, потому что он так устроен. Но ощущение этой жизни, оно чувствуется сразу. Вот сколько идет света, энергии через человека. Ты это сразу чувствуешь, такое взаимодействие идет прямое. И это потрясающий процесс. Пробуждение это такое... Знаете, как дети рождаются, они могут кричать и плакать. Для них это огромный стресс. Это действительно очень тяжелое событие для организма, для психики, для физического тела. Но когда ты немножечко расширяешься в своем восприятии, смотришь на эту ситуацию не со своей личности, с поля, ты видишь, насколько это совершенно. это очень здорово. На начальных этапах после пробуждения то, что люди говорят в интернете очень много информации, ты чувствуешь себя всем, ты чувствуешь себя частью этого поля или полностью этим полем. Личность как бы уходит, я растворяется, ты наблюдаешь ум. понимаете, когда двигаешься дальше, ты видишь все эти иллюзии, потому что разделенность еще существует. После пробуждения там еще так много всего, многие останавливаются, я их понимаю, потому что ты чувствуешь очень сильное облегчение, ты вот пришел домой, ты так долго в мире ума шел к этому, ты пришел, тебе хочется жить в этом состоянии и все. просто какая гортолья, лежать две недели на лавке, если у вас создается иллюзия, что вы поняли в этом мире все, то значит вы остановились, потому что эта природа бесконечна, и у каждого есть просто свои границы, даже будучи пробужденным, у человека есть границы, они просто немножечко шире, чем в мире ума, они шире, чем тело, они немножечко шире, мы называем это матрешками, ты выходишь каждый раз на новый уровень восприятия, и после пробуждения у меня было несколько таких выходов очень ярких, они переживались опять как пробуждение заново, потому что твое восприятие опять заново меняется, ты набираешь какой-то потенциал, я когда проснулась задала вопрос нашему учителю Геннадию зачем мне дальше двигаться, мне так все прекрасно, ну логичный вопрос, люди спрашивают, зачем вы строите эту систему учебную, передаете знания, зачем, он говорит поиграйся, он улыбнулся, посмотрел, он говорит пусть пройдет время, в команде время оно очень сжато, все происходит катастрофически быстро, и через некоторое время я почувствовала, что если сказать словами такими старыми, то это напряжение своего рода, оно очень тонкое, ты набираешь потенциал больше, больше, вот для того, чтобы проснуться, человеку нужно наработать определенный потенциал, тогда это переключение происходит, когда ты дальше идешь, этот потенциал расширяется, расширяется, растет, и ты опять упираешься в вот эту тонкую свою стенку, а дальше еще очень много всего, и только человек, который прошел дальше, тебе может это показать, потому что в одиночку это увидеть практически невозможно, ты будешь это видеть постепенно, просто это будет происходить на растянутого времени, через какие-то события, люди, людей, я вот каждый раз упираюсь в эту стенку, как бы преодолеваю ее, открываю глаза, и как будто заново рождаюсь, и ты опять смотришь на этот мир по-новому, и он опять совершенен и бесконечно прекрасен и наполнен. Когда ты наблюдаешь за жизнью, как она свершается не с позиции личности, а с позиции поля, если можно, так сказать, сознания, вот этого. Ну, ты совсем по-другому ко всему относишься. Очень многие говорят, что когда вы проснетесь, вы будете очень долго смеяться. Гораздо проще, потому что это не такое циничное отношение, которое обесценивает то, что здесь происходит. Просто нету той значимости. Знаете, когда у нас происходит какая-то ситуация неприятная, не дай бог горе, мы максимально сужаемся. Это тот случай, почему нам так тяжело это переживать, потому что наш эгоизм достигает пика, мы сужаемся до своей личности, мы не видим и не слышим никого вокруг. И тут нужно желание человека немножечко что-то увидеть дальше. Когда ты воспринимаешь мир с размера поля, ну, там вообще все по-другому. И этот процесс происходит постоянно, он никогда не останавливается. у нас есть иллюзии, после пробуждения какое-то время, и достаточно длительное, как правило, личность, эго, ум, все вот эти вот ограничивые вещи, они остаются. Просто ты наблюдаешь за ними со стороны. И какое-то время они отрабатывают свое, карма отрабатывается, болевое тело остается. Что бы люди ни говорили, они внутри существуют покой, счастье, но при этом внешне могут происходить совершенно разные события. Я могу грустить, я могу плакать, но в этот момент я не отожестляю себя. Нету вот этого вот я. Я, она в принципе уже давно исчезла, как в таком понимании. Мы просто привыкли его использовать, чтобы как-то немножко договариваться в мире ума между собой. На первых этапах ты видишь, что все это ты, что все это зеркало, что каждый человек, каждое событие, каждая частичка в этом мире это ты, и ты взаимодействуешь с собой. Это очень интересно. Вот если жить здесь и сейчас, не пытаться описать это как-то или оценить, проанализировать, думать об этом, а жить это потрясающий процесс. Понятие времени исчезает. Дальше, когда идешь, время и пространство, они в принципе исчезают, потому что это условности, которые были придуманы нами для того, чтобы функционировать в мире ума. Прошлое, настоящее, будущее, они уже существуют. Открывается совершенно новая глубина, новое измерение, если так сказать. Ты не крутишься на поверхности того, что ты видишь, ограниченный своими органами чувств. Вообще эти рамки исчезают, они становятся тоньше, 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 тоньше. Этот процесс, он вот, он бесконечен. Иногда тебе кажется, что ты чего-то достиг, а потом бац и дальше, и дальше, и новая грань. У меня до практики были способности, в принципе, есть способности от срождения очень сильная интуиция и эмпатия. Я просто чувствую людей как себя, поэтому вот этот переход единения, он был у меня достаточно плавный, для меня он привычный. Только разговаривая с кем-то, я понимаю, что люди оказывается живут по-другому, у них есть какая-то разделенность. Я, в принципе, в силу своей рода деятельности постоянно функционирую с людьми, взаимодействую, я чувствую все, что чувствуют они. После пробуждения это чувство настолько развилось, я вижу прошлое и будущее этого человека. Я вижу его мысли, что он хочет сказать. Даже не то, что мысли, его намерение, оно только зарождается, и я уже знаю, что будет. И я все равно взаимодействую. Мне не становится от этого скучно. Когда ты живешь в мире у мать, все становится скучно. Кажется, ну как, ты все знаешь. Но этот процесс, он такой интересный, он такой самодостаточный. мне начали открываться картины из будущего. Раньше это было во снах, сейчас это происходит постоянно. Совершенно другое отношение к будущему, к прошлому, к смерти, к таким вещам, которые в мире ума они очень на нас давят. Что время идет, тебе нужно что-то успеть, тебе нужно что-то сделать, тебе нужно быть каким-то определенным человеком, соответствовать каким-то переживанием. Боже мой, я очень сочувствую людям, которые пока еще так живут. Потому что, когда ты чувствуешь свою природу, это так легко, это так естественно. Нету этой оценки постоянной событий, нету анализа, нету бесконечных этих представлений о том, каким должен быть человек, какое-то событие или ты. Есть чистое восприятие жизни, жизнь происходит и все, и ты не думаешь об этом. Она происходит. Когда тебе нужно думать, ты думаешь, но этот процесс, ты не отожестляешься в этот момент, ты не есть ум в этот момент, это просто часть тебя, она функционирует. А ты гораздо больше, ты не просто наблюдаешь со стороны, ты вот это вот все происходящее, из чего это создается, из чего это происходит. границей исчезает. Смерть как таковая, она существует только в уме для эго, потому что часть сознания, часть тебя как бы покидает этот мир и функционирует не в теле, а в каком-то другом, более тонком плане. Но когда человек ограничен своей личностью, для него это смерть, это самое страшное. на замкнутом курсе у меня был страшный опыт, было много разных опытов. Я переживала смерть эго. Ну, многие перед пробуждением это испытывают. У многих, кто идет крестным вариантом, они приходят к пробуждению через состояние пограничной жизни-смерть. Это большинство духовных гуру, известных по всему миру, они просыпались именно так, попадали в комы, в какой-то несчастный случай. У них были попытки суицида или что-то такое, когда ты в полном отчаянии. Вот это в моем понимании называется полная сдача. У меня на замкнутом курсе то же самое произошло. Я наработала, я сделала вообще максимум, что могла. Я пережила этот опыт смерти эго, когда для твоего ума, когда ты разделяешься от него на совсем, вот этот момент, он очень болезненный. Я реально в своем сознании прощалась с этим миром. Я кричала от боли, потому что, ну я достаточно сильный человек, но я кричала от ужаса, потому что это было так невыносимо. Я прощалась со всеми своими родными, потому что мне казалось, вот я умираю, хотя я лежала на коврике. Наше сознание вытворяет такие вещи в мире ума, когда ты ограничен. Но каждый момент, когда вот этот напряг достигал максимум, я расслаблялась, я вспоминала о том, что здесь и сейчас все хорошо. А это все же в голове у тебя происходит, вот это эго, вот это напряжение, оно только в голове, только в нашем уме существует. И когда ты достигаешь предела, происходит такой момент, он очень тонкий, многие доходят до состояния отчаяния. У нас почти все ребята это описывают. И тебе нужно отпустить. Это такая вещь, тебе нужно отпустить саму идею пробуждения. И вот это вот желание. Кажется, ну как можно с точки зрения ума, я же хочу проснуться, я для этого все делаю, как мне взять и отпустить? Но именно в момент этого отпускания ты перескакиваешь. Все. И это происходит, это не опыт, это то, что больше ты больше не вернешься в прежнее состояние никогда. Это и есть пробуждение. Ты меняешься кардинально, потому что ты полностью растожестнился со своим эго, вот с этой иллюзией. А дальше, дальше, дальше ты просто это видишь. Ты видишь свою личность, какие-то кармические уроки, какие-то вещи, они происходят. А ты вот это вот все. Ну, если можно так сказать, что это ты. Так кто же ты? А меня нет. Это ну, ну, вот, если бы этот вопрос прозвучил, если бы меня спросили после пробуждения, кто я, я бы сказала, что я это все, а все это я. Сейчас на том этапе, на котором я нахожусь, я писать вообще невозможно ничего. Просто ничего. Нету в литературе, нет людей, которые могли бы как-то это писать. это можно только почувствовать. Меня нет, но при этом я вот это все. Как говорят, живая пустота, в которой есть все и нет ничего. Нету границ. Точнее, они еще существуют, но вы знаете, это очередная иллюзия. Я ее начала наблюдать в последнее время. Пока ты говоришь о материальном мире, духовном мире, о пробуждении и о чем-то другом, когда ты говоришь, что есть мир ума, есть что-то другое, значит, есть разделение. Это же очевидно. Но нам нравится, мы в этом вот варимся, пока пока не увидим это, пока немножечко шире опять не посмотрим на это. Разделение существует. Пока есть материальный мир, значит, тебе есть куда двигаться. Ну, тебе. Значит, этот процесс идет. А ты себя воспринимаешь, ты изнутри тела сейчас говоришь или где-то снаружи находишься? Хороший вопрос, потому что изнутри тела, я когда только начала заниматься практикой, я закрывала глаза и видела все вокруг. То есть, у меня уже тогда было такое восприятие. Ну, когда делали медитацию, я видела, я чувствовала, воспринимала мир вот даже закрытыми глазами. Потому что у тебя открывается другой орган чувств. Ты как бы его воспринимаешь всем своим телом, слышишь всем своим телом, видишь, чувствуешь, да. Потом, до пробуждения, у меня случился опыт, и я начала воспринимать весь мир вот так. Как будто ты все, ну, и личность, она внутри. А что сейчас происходит, я не знаю, как описать. Потому что дальше вот этого вот нету. Вообще вот это. Просто есть все. Потому что даже этот вопрос, даже намек, он уже подразумевает какую-то разделенность. а в моем сейчас нынешнем восприятии нету внешнего, внутреннего. Есть все. Ты спишь вообще? И что происходит во сне? Во сне наконец-то я начала себя осознавать. То есть мое сознание не засыпает. И первое время это очень утомительно. Потому что все, что мы делаем в обычной жизни, тоже происходит во сне. Только твое тело лежит. Там происходят те же процессы. Ты их видишь. И у меня долгое время до того, как я начала себя осознавать во сне, я долгое время просыпалась очень уставшая. Я спала много. Многих пробужденных наоборот идет процесс. У них много энергии и мне нужно спать. Или бессонница. Нет, я спала вообще всегда. Чисто физически у меня с этим проблем не было. Но я просыпалась уставшая. Тело отдохнуло, сознание как бы нет. Как бы. и вот чем дальше этот процесс идет, я помнила какими-то фрагментами. А сейчас да. Я осознаю. То есть не засыпая, можно так сказать словами. У тебя есть какие-то способности, как сейчас говорят, ситхи? какие-то? Ну, чувствование людей, оно развилось до таких феноменальных вещей, как есть, можно сказать, паранормальные какие-то склонности. То есть, я вижу будущее, я чувствую. Не знаю, как это соотнести со способностями. Ну, просто ты воспринимаешь это как само собой что-то разумеющееся. будущее, оно настолько же реально, как и прошлое. Я пыталась объяснить, но это очень сложно сделать. Когда ты в плоскости, это невозможно. Когда ты идешь глубже, будущее, оно есть, и при этом оно живое, оно меняется. И я чувствую, что есть какие-то вещи, которые я могу сказать, это было еще до пробуждения. вещи, сны, какие-то такие намеки были. Я видела, как жизнь со мной общается. Вот осознанность, она была, она давно, она становится просто глубже и глубже и глубже. Я точно знала, что делать, что не делать. А сейчас я просто картинки вижу. Я вижу будущее, что вот, как оно. так есть все-таки свобода у нас или нету? Ты говоришь, будущее меняется. Свобода очень хороший вопрос, потому что понятие свободы, оно будет меняться также по мере твоего продвижения, развития. В мире ума свободы нету. Сначала у нас есть иллюзия, что мы как бы свободны, мы как бы делаем то, что хотим, мы как бы создаем семьи, там устроим карьер или еще что-то. Когда ты немножечко взрослеешь и присыщаешься этим всем, ты начинаешь видеть, что есть какая-то часть тебя, какой-то голос, эго, который тобой руководит. Ты уже начинаешь чувствовать, что что-то тут как-то не так, ты как-то немножечко не свободен, то есть ты уже упираешься в свои стенки, которых на самом деле мы очень ограничены своими желаниями, своими целями. Не дай бог мы этого не получаем, и мы чувствуем страдания. Страдания существуют только в мире ума, когда есть настоящий момент, а тебе он не нравится, ты ему сопротивляешься. А настоящий момент он совершенен. Это ум сопротивляется, и когда ты себя отожестляешь с умом, ты себя сдаешь в клетку, в которой ты лишь раб, можно сказать. Не очень так красиво звучит, но дальше ты начинаешь видеть эти желания, ты начинаешь видеть свои программы, социальные установки, по которым ты действуешь. Ты начинаешь чувствовать эту все ограниченность, и она кажется противоестественной, как-то что-то наверное как-то есть по-другому хочется вздохнуть свободно. И ты постепенно идешь к пробуждению, потому что пробуждение это первый этап свободы, когда ты чувствуешь свою природу. Ты даже не ограничен своим телом, потому что у тебя нету такой привязки. У нас же как? Мы посмотрели в зеркало, нам понравилось отражение, не понравилось, нам кто-то сказал, это повлияло на нашу самооценку. Что такое самооценка? У нас столько игр в уме, они такие разные, такие интересные. У нас есть куча представлений того, какие мы есть. Представления, они очень далеки от истины. А истина, она открывается после пробуждения. Ты проснулся, все, и ты видишь. Ты смотришь на себя чисто. У тебя нету даже ни идей, ничего, как-то оценить, сказать, правильно, неправильно, хорошо, хорошо я выгляжу, нехорошо. ты просто есть. Как абсолютное принятие такое. Но при этом ты все равно продолжаешь действовать. Это очень интересный процесс. И так ты постигаешь эту свободу, потому что ты не ограничен тем, что хочет твое эго. Вот эта иллюзия, она начинает разрушаться. Но ты это можешь почувствовать, только когда ты вышел. Когда ты сидишь внутри, тебе кажется, ты очень классный. Ты очень много знаешь. И какой-то другой человек нарушает твои границы, которых как бы нет, ты же свободен, какие могут быть границы, почему у нас конфликты. Мы сталкиваемся со своими стенками. Так стенки же есть. Когда ты из них выходишь, ты становишься свободнее. Свободнее, свободнее, свободнее. И этот процесс бесконечен. И исходя с того, что ты говоришь, как изменилась твоя жизнь, твои взаимоотношения с людьми, с окружающим чем-то ты поменяла род, деятельность, может быть, или еще что-то? Когда меняешься ты, естественно, меняется весь мир. Потому что на самом деле это есть ты. Все очень просто. Вообще все гениально очень просто. Когда ты просыпаешься, очень все просто. Ты улыбаешься и смеешься, потому что это естественно твое состояние. Сказать, что изменилась моя жизнь и отношения с близкими, это не сказать ничего, потому что они меняются так же, как меняюсь я. Люди сталкиваются со своими стенками, потому что то, что происходит со мной, я живой пример к каким-то необъяснимым вещам. И когда они упираются, зачастую у них возникает сопротивление, потому что человек меняется неадекватно. Неадекватно быстро и вообще какой-то он становится более хороший такой. Знаете, когда люди просыпаются, они более чистые становятся такие, приятные. Регулярно к моим родителям подходят люди, родственники наши, спрашивают, что с Юлией произошло. Что с ней происходит? Чем она занимается? Они так очень осторожны, они боятся. Они спрашивают, может наркотики что-то, ну как-то. В основном боятся, потому что в мире ума это необъяснимо. Почему человек счастлив? Я помню, как-то сказала своей родственнице, что я счастлива без причины, и я повергла человека в депрессию, потому что она так испугалась, не мне сказала потом, что ты ненормальный, это ненормально быть счастлива без причины. То есть реакции будут очень разные. Я когда приходила на работу после пробуждения, я улыбалась, смеялась, для меня это обычное состояние. А люди плакали или радовались. Они очень по-разному реагируют. Ты со своей вот этой энергией более чистой как бы провоцируешь их на очистительные реакции. Кто счастлив, он счастлив, ему все прекрасно. А кто несчастлив и видит себя такого, он в глубине души понимает, что что-то не так, что может быть что-то у него в жизни не так идет. Почему так? И проще в мире ума обвинить, сослаться на какие-то внешние обстоятельства. Я уже перестала так провоцировать людей и улыбаться постоянно. То есть как-то немножко подстраиваться этот процесс. Люди чувствуют жизнь. Чем дальше ты идешь, чем больше развиваешься, ты больше познаешь свою природу. Из тебя больше идет эта энергия, она более чистая, светлая. И это тянет. Это тоже очень интересно. Дети просто вырываются из рук от своих родителей, они бегут ко мне где-нибудь в парке. Они тянут, особенно маленькие, у них вообще стенок нету таких как у нас. просто вот им хочется, они вообще не думают. У них классно все жить. Они просто тянут ручки, они бегут, они убегают от родителей, бегут ко мне, потому что их тянет как магнитом. Приехала после замкнутого, меня останавливали все гаишники. Они проверяли документы, было такое, что что-то из документов даже не было, они не замечали понимают, что происходит. Они спрашивают, ну как у вас дела? Они говорят, хорошие вам дороги, с вами все в порядке. Я была расстроена как-то, он ко мне в машину подходит, говорит, пусть у вас все будет хорошо, езжайте спокойно, то есть еще как-то поддерживает, хотя казалось бы, не понимает, что происходит. у нас очень интересный случай был с девочкой тоже из практики, мы сидели в парке недавно и вот говорили о жизни, мы смеялись в этот момент, и сзади к нам подошли молодые парни, и один из них начал делать массаж моей подруге, а мы сидим, но нам было так классно, она тоже пробужденная, мы об этом не думали, мы воспринимаем, что происходит, то происходит, и вот он делает массаж, я на нее смотрю, на меня мы улыбаемся, он улыбается, и его друзья хихикают, стоят, потом подходит его друг начинает мне массировать шею, мы дальше улыбаемся, все классно, и они говорят, а почему мы это делаем, а мы знаем, все происходит правильно, все классно, а он с точки зрения ума не его тянет, он что-то делает, какое-то непонятное действие совершает, говорит, представь, вот мы сейчас здесь стоим, они между собой переговорят, мы сейчас здесь стоим, а завтра проснемся, и все, и мы такие хиха-ха, проснетесь, но очень часто это всех тянет, очень может еще что-то хочешь добавить, сказать людям, которые стремятся к этому пути, ищут это пробуждение, что-то напутственное может быть? А я хочу сказать, что пробуждение это очень классная вещь, и ради этого стоит работать, ради этого стоит, это то, зачем мы сюда пришли, и хотелось бы пожелать сил, терпения, осознанности, чтобы проделать этот путь полегче, чем мы привыкли, что все-таки как-то идти по хорошему. Мы совершаем этот путь вместе в команде, это происходит гораздо быстрее и легче, когда тебя поддерживают, когда тебя окружают такие же люди, ты этим постоянно делишься и постоянно растешь, нету никаких потолков, нету никаких ограничений, этот процесс бесконечен.